Друзья, всем привет! В этом видео показываю вам обзор отеля Coral Sea Aquaclub 4 звезды. Погнали! Итак, вот мы зашли в холл. Слева у нас ресепшн. Холл просторный, в светлых тонах. Приятный запах. Красивая мебель. Слева у нас находится лобби-бар. Либо что-то в этом роде. Итак, выходим на террасу с этого бара. И тут у нас уже инфраструктура отеля. Значит, справа у нас аквапарк для деток. А вот слева у нас аквапарк для взрослых. Смотрите, ребят, как он выглядит, этот аквапарк для взрослых. Так, вижу три горки. Высокие. Вот башня самая высокая, получается, на три гор. Вот кто-то едет с горки. Смотрите, как оно на круге, да. Дальше вон еще одна. И там, теоретически, еще четыре горки. Да, все верно. Семь горок для взрослых, ребят. Ну что ж. Визуально аквапарк высокий, достаточно интересный. Можно считать, что отель с отличным аквапарком. В любом случае, для этого бюджета это хороший вариант, чтобы и иметь аквапарк, и хорошо отдохнуть в Египте. Так, а вот наш детский аквапарк, ребят. Скорее всего, на территорию вряд ли я зайду. Не то, что меня не пускают, а то, что просто физически нету времени. Хотя, может быть, и прогуляемся. Не знаю. Посмотрим по нашей программе. Вот и вся, ребят, территория. Смотрите, начиная вот от детского аквапарка, и вот налево мы смотрим. Заканчивается она взрослым аквапарком. Да, она компактная, ребят. Но главное, что она чистая. Чистая и ухоженная. По-египетски, ребят. По-египетски, сразу говорю. Вся ухоженность в некоторых отелях, она по-египетски. Вот в этом отеле она по-египетски хорошая. Дальше. Все-таки мы пройдемся по территории, и во время этого я вам постараюсь рассказать некоторые моменты, те, которые я вам не могу показать вам в этом видео. Первое, это по расположению отеля. Значит, отель находится в бухте Нап Белль на второй линии, где-то посредине бухты, и до пляжа вам нужно пройтись примерно 735 метров. Значит, пляж большой, просторный, шезлонги, значит, деревянные, есть матрасы, мягкие матрасы есть на этих шезлонгах. Вход в море. Вход, значит, у нас пологий, очень длинный. На входе есть коралловая корка. В общем, чтобы поплавать, туристам нужно идти до края понтона. Понтон, кстати, 300 метров, стационарный. В общем, в конце понтона, да, можно поплавать, но особо каких-то красивых коралловых рифов там вы никак не увидите, потому что понтон не до конца мелководья. То есть, чтобы посмотреть коралловый риф красивый, придется брать экскурсию. Дальше, что еще есть интересного, это рядышком, недалеко от отеля, есть диско-бар Hard Rock Cafe. Это примерно 300 метров от отеля. В принципе, довольно нормальное заведение, особенно для бухты Набк. Это, наверное, самое лучшее заведение просто, которое здесь есть. Я его посещал. В общем, движение начинается ближе к полуночи. То есть, кому интересно, кто хочет потанцевать, потусить, всем welcome в Hard Rock Cafe в бухте Набк. Еще, что важно, ребят, есть пандусы. Даже вот такой вот четырехзвездочной гостиницы. Молодцы, ребята, подумали. Для туристов с колясками, с маленькими детками. Ну, а вот детишки, смотрите, как они боятся здесь, в маленьком, небольшом аквапарке для деток. Естественно, для родителей есть шедлонги с звонтиками. Пока ваши детки здесь отдыхают, в этом аквапарке. Кстати, по поводу детского аквапарка, он в каком-то очень новом состоянии, учитывая историю этого отеля. Смотрите, какая водичка льется с такого огроменного ведра. Это был детский аквапарк, друзья. Взрослые тоже я вам показал. А, еще у нас вон парочка горок для маленьких детишечек. Смотрите, как они выглядят. Вот, совсем маленькие-маленькие детки здесь могут отдельно покататься на этих небольших горках, ребят. Даже для этих детишек отель позаботился, чтобы им было где покататься. Глубина 60 сантиметров. Для совсем профитных малышей. Так, а вот наш бар у бассейна, ребята. Тут мы можем попить кофе, можем попить безалкогольные и алкогольные напитки. И еще один бассейн. Тут уже более активный, играет музыка. Музыка играла очень громко. Но, кстати, туристов здесь было немного. Наверное, другие гости этого отеля пошли на пляж до обеда, чтобы поплавать, пока там прилив. Потому что после обеда начинается отлив. И, естественно, водичка отходит от берега. По шезлонгам, смотрите, я видел их в достаточном количестве. В принципе, они не новые, но в нормальном состоянии. Зонтики тоже есть, но тоже как-то маловато. То есть первый ряд у нас шезлонгов с зонтиками. А вот второй ряд все шезлонги были просто без зонтиков. Так, показываю вам номер, ребята. Значит, есть такая небольшая кушетка, столик, кровать, кренчбет, чайный набор, зеркало, телевизор, мини-бар. В мини-баре водичка. Дальше шкаф. И санузел, ребята. Санузел вообще новенький такой. Значит, умывальник, маленькое зеркало, косметика, туалет, душ. Душевая кабинка, вернее, чистейшая. Все в идеальном состоянии. Беленькие полотенечки. Не вижу фен. Где наш фен? Ребят, не вижу фена. А не фен? Фен. Фен? Фен. Фот. Туалет? Ну, сушить голову. Да, да, да. Там. Ребят, а фен у нас находится здесь, вот в ящичке. Так, ребят. Ну, что вам сказать. Не отель, понравился. Четыре звезды, да, вторая линия. На море, ну, буквально несколько минут пройтись. Зато есть отличный аквапарк. И для взрослых, и для деток. Номер, который нам показали, просто идеальный. Он как будто новый, ребят. Вижу отель достаточно, ну, как, достаточно. По-египетски, ребят, по-египетски активный. Мне понравилось все. Ветер. Абсолютно я здесь, на территории, не почувствовал. Хотя он есть. Что сказать. Ребят, пишите в комментариях ваши отзывы. Если вы здесь отдыхали, вот, напишите, пожалуйста, в комментариях. Когда вы отдыхали? Летом, зимой, осенью, весной. Что вам понравилось, что не понравилось. Как вам понравилось питание, либо не понравилось. Сколько вы ходили на пляж, или как вы ездили на пляж. Напишите это все в комментариях. Ну, а если у вас есть вопросы, то обязательно тоже задавайте в комментариях внизу под видео. Пишите их, постараюсь вам что-то подсказать, если я это буду знать. Ну, и не забывайте подписываться на канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео, чтобы быть в курсе всей полезной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительными впечатлениями.